ибо упала вот вы пойду что на каменоломню средь белый для здорово с неба упала ай простите это боги послали бестию чтобы покарать нас за наше прегрешение и никакой ты не герой миленько тебе здесь нравится единственное средство для спасения тусанта это возвращение к давним обычаям они два меча что за манеры приветствую хочу заявиться на турнир разумеется сперва уладим формальности по просьбе гильома и я исследовал историю твоего рода с точки зрения геральдики и какой ты получил результат ты можешь выступить на турнире как геральт из ривии вот так сюрприз либо как равикс из черторога иначе четыруглом называемого не часто мы встречаем участника с двумя гербами какой ты выберешь равикс из черторога как ты до этого докопался здесь в тусэнте мы относимся к геральдике очень серьезно один визит в княжеский архив и я узнал все необходимое как равикс из черторога иначе четыруглом называемого ты присутствовал на перу в честь пятнадцатилетия принцессы поветы дочери королева каланта из цинтры все верно интересно что ж ты разузнал о геральте из ривии в шестьдесят седьмом году некий геральт член гильдии ведьмаков был произведен в рыцаре королевой мэвой и именован геральтом из ривии этой чести он удостоился за особую доблесть проявленную в битве за мост на яруге полагаю ты знаешь о какой битве идет речь были времена мы вдвоем с кагыром повели горстку северян против мельгардского отряда и снесли их потому что мы должны были обязательно перебраться на другой берег пускай будет равикс теперь можешь взять щит со своим гербом я ведьмак ведьмаки никогда не дерутся со щитом разве я предлагал использовать его в бою щит знак участника турнира можешь просто взять его на память в таком случае спасибо кто-нибудь уже описал тебе турнирные испытания награды и торжественную присягу если нет позволь я все расскажу дельем упоминал о состязаниях но я хотел бы разобраться с ними получше какая похвальная тяга к знаниям есть три вида испытаний стрельба где ты состязаешься с противником затем верховая езда на время точные выстрелы щиты и удары по манекенам дадут тебе дополнительное время по завершении маршрута в конце тебя ждет командный бой на арене а в финале поединок с победителем прошлого года по окончании каждого вида состязаний результаты будут появляться на доске у моего шатра так всегда можно будет проверить кто впереди удобно не скрою меня очень интересует вопрос награды победитель каждого состязания получает трофей победитель всех соревнований выйдет на бой с победителем прошлого года за славу и высшую награду турнира тот кто одолеет прошлогоднего чемпиона получит главную награду меч который выкует специально для победителя сам корнели из осенгарда знаменитый мастер оружейник ее сиятельство выписало его из далекого назаира ты что-то говорил о присяге согласно нашим обычаям рыцарь выбирает себе присягу которую он будет связан на все время турнира он клянется чем-то что составляет для него особую добродетель мне кажется о рыцарских турнирах я уже знаю все что мне было нужно великолепно чем в таком случае ты хотел бы торжественно поклясться вам и все под себя у Клянусь любовью дамы, имя которой останется тайной, что буду состязаться, уважая рыцарские добродетели. Да помогут тебе боги в твоем выборе. Прошу, подпиши вот здесь и заполни эти документы. С моей стороны это все. Все. Заменив на турнире Гильома, ты получаешь турнирные доспехи. Да, блеск. На время турнира ты также получишь шатер. Он находится рядом с ареной. Желаю успеха. Вы уважаемые в Боклере. Здравствуй. Чего хотел? Тушу и железы, эндряги! Собачьи носы, налетай по горячей! Я тогда и звука стреляю. Может в этом году опять... Геральт! Геральт! Что в меня? Ты решил стать странствующим рыцарем? Шутки в сторону, я тут работаю. Тоже будешь биться? Еще бы. Сейчас буду стрелять против Райанфарна из Аттера. Видел его минуту назад. Страшно занят. Набивает себе нос фиштыхом. Вроде как, чтоб сосредоточиться. Это, наверное, не по правилам. Кто Нильфгардцу запретит? Послушай, хочу тебе кое-что сказать. На состязании в стрельбе твой поединок попадает на такое время, что солнце будет светить в глаза. Да мне без разницы. Ну, приятного в этом мало. А раз уж тебе все равно ждать, сыграй со мной в бинт. Выиграешь, я с тобой поменяюсь. Я южанин, солнце мне не помешает. Спасибо. Может, в другой раз. Ну, ты лишил меня забавы. Ну, хоть будет мне на что посмотреть. Думаю, сейчас уже появится госпожа Вильена. Привет вам, благородные рыцари. Мне выпала почетная обязанность стать покровительницей турнира. Сражайтесь достойно, дабы я могла почтить одного из вас наивысшей наградой. Вы принесли торжественную клятву, укрепили свое тело и дух. И вот настал час выйти на арену. Перед вами Хорм Акерспарк, принц Мехта, брат его императорского величества и первостатейный смельчак. Он выбирает своей целью только голубые щиты. Против него новый участник, неизвестный прежде, Равикс из Черторога. Поприветствуйте нас. И его целью будут только красные щиты. Пусть победит лучший! Пойтись за ноги. Половину всех целей рыцарь Равикс в стрельбе поражает. Суждено ли ему выиграть, или, как многие, он проиграет? Равикс из черторога выходит вперед. Почтенные зрители, какой поворот! Равикс из черторога. Кто же знает его, но меткой своей стрельбой он добился всего. Вот награды, рыцарь. Арбалет с твоим гербом. Поздравляю. Благодарю, госпожа. Расскажи о других наградах. Я не могу посвятить тебе больше времени, чем остальным. У меня есть обязанности. Прости. У меня сильно дрожит медальон, а это означает одно – магию. Боюсь, мое объяснение тебя разочарует. Все дело в духах. Их делала для меня моя чародейка. Проиграть такому противнику, как ты, в каком-то смысле, тоже победа. Прими мои поздравления. Благодарю. Хорошая работа. Я тем временем узнал, какой шатер занимает госпожа Вивьена. Может, найдешь там какие-то следы? Ты прав, на Вивиене лежит какое-то проклятие. Я почувствовал это, когда она открывала турнир. Значит, не будем терять времени. Пойдем. Да, идем. Вот ее шатер. Загляни внутрь, а если кто-то подойдет, я заухаю собой. Явные следы когтей, не зная, кто их оставил, но кто-то очень крупный. О, Вивиене. Баночка маскирующей мази. Здесь очень сильная магия. Два сосца твоих. Одежда исключительно темно-зеленая и золотая. Видно, не только Йен помешан на цветах. Нейзанская соль. Из нее делают компрессы. Кто-то идет. Быстрее. Ты должен был заухать. Позже поговорим. Идем скорее на турнир. Второй этап уже начинается. Господа, чего вы ищете в шатре дамы? Вдохновение? А ну пошли вон отсюда! Как вы... Что вы там делали? Мы по вопросам турнира. Ничего особенного. Ах, цвет рыцарства. Ребята, вот тут и вино. Храбрые рыцари, благородные дамы. К нам прибыл цвет рыцарства лучший самый. Из дальних краев все с великой охотой. Прибывают потешить себя благородной работой. Проверим же, все ли участники с нами. Их имена воспевать мы готовы гадать. Пальмирин, барон Лонфаля. Линас из Митины. Раймфарн из Атре. Хор Макерспарк из Мерта. Данимир из Труа. Ги де Буа Фресне. Рыцарь княгини Анариетты. Дельвин из Крижо. Граф Тайлес из Дорндаль. Анси, принц Лирии и Риви. Равикс из Черторога. Бурные аплодисменты Грегуару де Гаргон. Славный молчащий рыцарь, чемпион прошлого года. Победитель этого года, дабы подтвердить свой триумф, сойдется в яростной схватке с рыцарем Грегуаром. Чье-то невежество требует, чтобы я комментарий оставил. Вижу, придется напомнить вам суть наших правил. Да уж, будьте добры. Прежде чем время стремительно... А нормальным языком можно? Исключено. Пока не вышло время, успейте все решить. Проехать все ворота. Пять целей поразить. Чтоб с каждой сбитой куклой минуты прибавлять. И каждый меткий выстрел добавит их опять. Ой, теперь-то все ясно. Равикс из Черторога? Так значит, меня не проведешь. Я до сих пор ношу след от встречи с твоим клинком. Что, не помнишь? Я Тайлис из Дорндаля. И я клянусь, до конца турнира я добавлю очередной шрам в коллекцию на твоей паскудной морде. Ты закончил? Тогда отойди. Ты мне мешаешь. Вот королева турнира Вивиенна, что вдохновит вас на бой непременно. Привет вам, доблестные рыцари. Пусть моя милость ведет вас, указуя дорогу чести, мужества и славы. Прими пожелания счастья, рыцарь. И сосредоточь все свои силы на турнире. И только на нем. Ваш час настал. Пришпорьтесь, капуна. Но чтоб вперед пробиться, удача вам нужна. Благородные дамы и их кавалеры. Туча всадников резвых, ретивых без меры, обгоняя друг друга, помчится сейчас. Таково развлечение для страждущих массы. Радикс из Черторога выезжает на бой. Блестит на солнце клинок золотой. И с грохотом копыт пошел. Бегом, прыжком, как смерч, как гром. Исправься в душ! Хо-о. Это не очень-ил. Вじゃあ. Давай! Чудовище! Дикие коты! Проходим! Давай, Плотва! Не торопись! Не торопись! Не торопись! Да, да, да! Мастер ведьма! Не ищите лес, подмастите. Не могу поверить, чтобы все наше было. Справится ли он? Последим же, пока нам дорога бедна. Отдохни. Средь прочих всаднику нет равных. Великолепная езда. Наездик приз добыл по праву, он настоящая звезда. Чтоб почтить нам героев и рыцарей славных, на Перу веселиться будем вместе исправно. И гостей угощаем отличным вином. Все на праздник. Бегом! Поздравляю. Вот твоя награда. Седло с твоим вербом. Большое спасибо. Кстати, моя служанка видела, как из моего шатра выходил сюда мужчина. Не знаешь, кто это мог быть? Понятия не имею. Мальчишество. Поздравляю с прекрасной победой. Это было невероятно. Я уже не жалею, что сам не смог участвовать. Почти. За это надо выпить. Идем на пир. Подождем Вивиенну вместе. Согласен. И что скажешь о Вивиенне? Красота необычайная. Я не это имею в виду. Еще рано делать какие-то выводы. Я выяснил, что она использует сильные маскирующие иллюзии. Это значит, что на самом деле она может выглядеть совсем иначе? Это только домыслы. Вивиенна еще не скоро появится. Давай выпьем. За Вивиенну. Я надеюсь, ты сможешь ей помочь. За Вивиенну. Когда я впервые ее увидел, то понял, о чем говорят все эти прекрасные стихи и баллады. Любовь не только поэзия. Иногда она бывает отвратительно прозаической. Ты говоришь так, потому что не знаешь Вивиенну. Жизнь с ней была бы райской сладостью. Ты и сам-то ее как следует не знаешь. У тебя упало. Я требую удовлетворения. Ты унизил меня во второй раз. Думаю, двух раз тебя хватит. Ты отказываешься от поединка? Я покажу тебе, как обхожусь трусами. За госпожу Вивиенну! Молись за ее сиятельство! Я тебя твоим собственным членом отоменю. Три-ноль, Тайлис. Подумай хорошенько, стоит ли тебе встречаться со мной в четвертый раз. Я убью тебя, выродок! Случай у тебя уже был. Ты им не воспользовался, так что уходи. Мы еще встретимся, мутант. Мет winners. Мет�ги. Девушки отдыхают И вас – истинное воплощение рыцарских добродетелей. Однако часы сражений должны сменяться временем мира и покоя. Поэтому я приглашаю всех участников турнира на устроенный в вашу честь праздник. Если же кто из вас захочет уединения, для каждого приготовлен шатер. Завтра состоится общая битва, во время которой каждый сможет покрыть себя славой. Лучшему из вас выпадет честь сойтись в поединке с чемпионом. Со славным Грагуаром Дагаргон, победителем прошлогоднего турнира. Веселитесь на славу, но помните об испытании, что ждет вас завтра. Иди за ней. Встретимся в твоем шатре перед испытанием. Помоги ей! За скандал накажут плеткой! Есть закон про это, чуваки! Все пялются на барышню, в Виену. Маньяк должно быть! Странно, я был уверен, что она здесь. Улетает. Попробую пойти за ней. Похоже, птица куда-то меня ведет. Попробую пойти за ней. Попробую пойти за ней. Плохо. 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 Что, драться расхотелось? Плохо. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...